Ну что ж, добро пожаловать. Это очередной подкаст Flow Life. Мы здесь собираемся для того, чтобы обсуждать интересные, насущные темы, которые могут быть полезны и интересны системным и бизнес-аналитикам. И приглашаем интересных, умных людей, задаем им интересные, каверзные вопросы и вообще стараемся каким-то образом ликвидировать безграмотность в отношении различных аспектов системного и бизнес-анализа. И сегодня мы будем вот в таком довольно-таки большом составе. У нас сегодня четыре человека. Я, Андрей Дмитриев, член программного комитета конференции Flow. Сказал новость. Тут еще два других члена ПрК. Алексей Лобзов. Всем привет. И Миша Фетченко, который PC Analytics, но он скоро себя переименует. Привет. И все мы объединены тем, что каждую неделю собираемся и отсматриваем доклады на конференцию, которая состоится уже почти через полтора месяца. Ну, а позвали мы в гости Андрея Буракова. Андрей, привет. Привет. Леш, ну давай. Ты у нас самый главный гид, наставитель. Рассказывай. Ты идеолог был этой тематики вообще. Ну, идеологом был Миша, а потом я подхватил. Да, сегодня мы хотели поговорить о такой насущной теме, как интеграция распределенных систем. Пойдем по такому небольшому планчику, вот. И в начале нашей беседы хотелось бы вообще прояснить тему, связанную с интеграциями. То есть она постоянно на слуху. Как только собираются какие-то митапы аналитиков, конференции аналитиков, и просто выходят статьи от аналитиков, очень часто обсуждают темы интеграции. С одной стороны, это правильно, и с ними сталкиваются практически все IT-специалисты. С другой стороны, кажется, что вопрос интеграции, он больше находится в сфере коллег, которые занимаются непосредственно разработкой либо проектированием архитектуры информационных систем. Хотелось бы начать с того, а действительно ли данная тема важна для аналитика, и как, на ваш взгляд, почему она важна, почему к ней столько внимания предъявляется. Да, это мой вопрос на затравочку. Давайте начнем с Миши. Миш, поделись с твоими мыслями. Смотрите, я как аналитик, система которого имеет огромное количество всяких разнообразных, самых разнообразных интеграций, я бы сказал. Единственное, что могу тут сказать, для аналитиков знание интеграции, знание то, как хорошо и правильно интегрировать, это необходимо, особенно в том процессе, который, например, построен у нас, когда аналитик – это своего рода такой шажочек к архитектору, он смотрит на бизнес-процесс, он понимает, собственно, он смотрит на свои системы и понимает, как тот кусочек, за который он ответственный, замапит на эти самые системы. Это во-первых. Во-вторых, если даже не скатываться в темы, которые были хайповыми на конференциях разработчиков несколько лет назад, то по большей части люди сейчас работают де-факто с несколькими системами. Эта система может обслуживать какой-то один композитный домен, но все равно иметь несколько сервисов в своем составе, либо это может быть несколько больших систем, но, так или иначе, это разные системы, каждая из которых отвечает за какую-то свою часть процесса, и, соответственно, для того, чтобы обеспечить полностью работу некоторого процесса, их необходимо между собой интегрировать. Андрей, я знаю, что ты попробовал себя в различных обмпулах, ты был и разработчиком, и аналитиком, ты даже успел побыть владельцем продукта. Что ты думаешь по поводу данного вопроса? Вот ты больше с интеграциями встречался в какой роли? На самом деле, чтобы говорить об этом, неплохо бы решить, а что такое вообще интеграция, кроме того, что это популярный базворд, который сейчас можно увидеть везде. В принципе, что с точки зрения ролей, что конкретных задач, об интеграции можно говорить в нескольких плоскостях, начиная практически от некоторого бизнес-уровня действительно, и заканчивая там совсем глубокими техническими деталями в духе, как нам организовать конкретные фичи в нашем аппе. Говорить об интеграции, наверное, можно действительно с уровня, там, какие-нибудь пару классических кейсов, в которые можно столкнуться, что в интерпризе, что в продукте. Работаем мы где-нибудь в финансовом секторе. Из реальных примеров разрабатываем некоторый брокер, кредитный брокер, который, с одной стороны, позволяет банкам находить аудиторию, выдавать кредиты, а каким-то предприятиям продавать свои продукты в кредиты, таким образом увеличивая продажи. И вот однажды наш бизнес кредитного брокера, в котором мы работаем, встретился с банком, вроде договорились, вроде прикольная идея, давайте работать вместе. И теперь нам, как кому? Как, например, бизнес-аналитику? Мне, возможно, нужно понять, а как вообще происходят процессы в этом? В том же банке, выдача кредитов. И что умеет наш брокер? Как наши бизнес-процессы мапятся друг на друга? Если говорить про какой-то интерпрайс. Если говорить про более продуктовые истории, вот совсем недавно был кейс относительно, некоторая компания, допустим, на западном рынке, в духе, ну, быстрая доставка продуктов, в духе самоката, в духе Яндекс, именно лавки и тому подобное. Вот. И мы хотим интегрироваться, начать работать с некоторым агрегатором доставки из ресторанов. В нашем понимании это можно сравнить с Delivery Club. Соответственно, есть процессы у нас, бизнесовые, которые включают как IT, так как технические взаимодействия, так и человеческие. Есть у них. Соответственно, нам нужно это смапить. Вот. В принципе, это на самом деле тоже интеграция. Но интеграция уже уровня бизнес-процессов. Всегда ли там находится системный аналитик, ну, зависит от команды. То есть, об этом можно говорить уже с этого момента. Можно говорить об интеграции где-то на уровне ниже, где аналитик становится кем-то действительно таким, человеком на пути в архитекторы, в solution-архитекторы скорее. Или этим можно, например, заниматься сам solution-архитектор, кто-нибудь из ведущих аналитиков. Когда вот у нас есть внешний API, чьё-то мы с кем-то интегрируемся, нам нужно разработать, предоставить своё, посмотреть, насколько они позволяют реализовать те бизнес-процессы, которых мы думали на предыдущем шаге, когда вообще пытались склеить два наших бизнеса. И, например, определить там потоки данных, как API использовать, что нам нужно для этого. Вот. Ну и, наверное, можно такой третий, уже совсем детализированный уровень, когда действительно аналитик находится на уровне проектирования API, конкретных методов, структуры конкретных запросов и ответов. То есть об интеграции можно говорить как минимум в трёх плоскостях. Здесь могут быть задействованы системные аналитики, бизнесовые. Могут, кстати, в некоторых кейсах, я знаю, там даже продукты с этим сталкиваются. Ну, мне точно приходилось. Это могут быть solution-архитекторы. Поэтому, когда мы говорим по интеграции, всегда полезно понимать, на каком уровне мы находимся и про какие роли думаем. А можем ли мы как-то вот формулу, что ли, или некое видение сформировать, какой уровень для какой роли? Вот, например, из того, что ты говоришь, я услышал, что, наверное, когда мы работаем с точки зрения бизнеса, анализируем бизнес-процессы и рассматриваем интеграцию бизнес-процессов или на уровне бизнес-процессов, то кажется, что это ближе к бизнес-аналитикам, как к такой уровне. Когда же мы говорим про интеграцию систем, состоящих, там, несколько систем, и мы должны наладить взаимодействие между ними, то это такие системные архитекторы, наверное. Когда мы говорим об интеграциях неких компонентов внутри системы, там, например, есть API, есть еще что-то, вызывающее API, возможно, это системный аналитик. Или здесь вот такого однозначного маппинга сделать нельзя? Все-таки все зависит от конкретной ситуации. Ну, это очень интересная история. Действительно, все зависит от того, где мы сейчас находимся, как устроена наша команда, компания. Вот, например, можно... Конечно, хочется, допустим, это разделить как-то плюс-минус строго, вывести универсальную форму. Например, бизнес-аналитик мыслит на уровне бизнес-процесса, взаимодействия в общем смысле абстрактным системам и людей. Чтобы системный аналитик или архитект, ведущий аналитик, допустим, архитектор, занимался именно интеграционной архитектурой, кто кого вызывает, в каких последовательностях. И, допустим, системный аналитик более детальными вещами занимался. Но при этом, вот, например, как я упоминал, классическая история. Приходит к тебе однажды руководство и говорит, слушай, вот мы договорились, что с этими ребятами, с агрегатором ресторанов, хотим попробовать запустить проект. Мы там уже с ними договорились, у них есть какая-то опишка, ты посмотри, что с этим можно сделать. И, допустим, в качестве описания, как с ними работать, у нас есть опишка. У нас нет описания их бизнес-процессов, мы можем опишку посмотреть, поспрашивать и прочее. Вот вопрос. Это становится чьей задачей? Это задачей системного аналитика или бизнес-аналитика? Интересный момент. В некоторых, я знаю о продуктах, в частности, в некоторых командах, которые я собирал, мы именно действовали по принципу так называемых фуллстэк аналитиков или бизнес-системный аналитик, который, грубо говоря, действительно может посмотреть, что у них есть с точки зрения бизнес-процессов, что позволяет API из этих процессов сделать. Можно, конечно, их разделять, но, как правило, это может занимать больше времени накладных расходов. Поэтому стремиться к какой-то универсальной формуле я бы, наверное, не стал, а всегда смотреть, что в конкретном кейсе компании и проекте продукты больше нам подходит. Миш, а вот ты же лидируешь именно в системных аналитиках, да? У тебя нету в группе бизнес-аналитиков. Можешь поделиться опытом, ты все-таки с какими типами интеграции больше сталкиваешься? И вот интересно, именно уровень бизнес-процессов, когда мы еще до системы не доходим, появляются ли у тебя похожие задачи? Смотри, у нас и в целом процесс выглядит так. Так, бизнес-аналитики в нашем процессе, называемых технологиями, они выступают как заказчики. То есть приходит технолог не только с концептом фича, но и с примерным пониманием систем, которые могут быть в этом задействованы на уровне процесса. Он знает, что вот эта система, которая находится в зоне ответственности, это команданчер, она отвечает за этот кусок, вот это, вот за это, вот это, вот за это. Ну, условно, такой прям серьезный интерфейс. И когда технолог, но вклад, наверное, по брейду не ниже, не 2+, но опять же, то есть мы об этом помним, опять же, что с брейдом тоже субъективная история. Хорошо, спасибо. Здесь более-менее, наверное, понятно. Перейду к следующему, наверное, интересующему вопросу о нашей повестке. Есть понятие интеграции и есть множество различных способов, как эти интеграции реализуются. И порой даже на собеседованиях аналитиков, в частности системных, задают вопрос, а назови мне всевозможные способы интеграции. Например, приводят кейс системы А, системы Б, и вот какими способами мы можем эти системы интегрировать. И на самом деле создается впечатление, что, как и в нефункциональных требованиях, где их достаточно большой, а возможен там открытый перечень, множество типов интеграции тоже достаточно большое. И порой общей картинки в голове людей не складывается. Вот когда вы наталкиваетесь на такие вопросы, есть ли у вас какая-то модель, в соответствии с которой вы как-то фиксируете конечный перечень способов интеграции. Вот приведу пример. Аналогия с нефункциональными требованиями. Какие нефункциональные требования есть? Я всегда отсылаюсь к модели Forbes. То есть есть функциональные требования и Forbes нефункциональные. И плюсик иногда добавляют, чтобы расширить эту модель. Но, по крайней мере, она сидит в голове и есть на что ориентироваться. А вот в части типов интеграции вы на что-нибудь ориентируетесь. Начнем, наверное, с Андрея. Андрей, поделись своим опытом, знаниями. Я как настоящий попугай, который недавно стал продактом, задам вопрос. А вот эта модель нам нужна, чтобы что? Чтобы организовать знания в своей голове. Чтобы организовать знания в своей голове. А на будущее, когда аналитик столкнется с задачей интеграции нескольких систем, он будет видеть некий пул способов интеграции. И ему нужно на что-то опираться, прежде чем один из способов выбрать. То есть принять решение, как в конкретном случае интегрировать две системы. Леша, слушай, я ворвусь и задам контр-вопрос. Зачем аналитику знать все это бесконечное количество типов интеграции, если для 99,9% интеграции у нас будет достаточно конечного количества типов, даже если мы совсем этот список типов упрощать и делать максимально плоским. Вот. И как раз хочется, чтобы этот перечень, он был определенным. Если ты готов как-то определить его, сделать конечным, поделись своих формул. Я видел, слушай, самое беспощадное представление, наверное, которое я видел, это огромное, ну, самое простое на самом деле это деление всех типов интеграции на синхронный и асинхронный. Здесь уже нечего полагать, но этот перечень настолько короткий, что он бессмысленный. Такая типология. Если мы начинаем разбивать на какие-то конкретно более мелкие типы, то обычно, если я вспоминаю собеседование, то собеседуемые, просто перечисляют все возможные протоколы, технологии в списке. То есть обычно это звучит как SAP, REST, шина, брокер сообщений, DB-линк, файловый и так далее. И вот этот список, он может уже раздуться до каких-то огромных размеров. И смысла его организовать, я как-то... Ну, тут вопрос, является ли протокол типом интеграции? Протокол, он просто протокол, задает некие правила. Ну, окей, можно на самом деле это вообще до какой-нибудь интеграции, через API или что-нибудь в этом роде. Я просто пересказываю тот нарратив, который не слышал, собеседуемый, который пытается как можно больше рассказать, показывать о том, с чем мы работали или о чем слышали, говорят достаточно много. Так, на самом деле, не проблема типологии интеграции, она, на мой взгляд, открытая. Потому что я ни одной оптимальной классификации не встречал. Смотри, опять же, если идти к вопросу, Андрей, зачем организовывать, какую цель мы можем получить, то тут можно идти от обратного. Условно, у нас есть некоторый продукт, некоторые стекотехнологии, некоторая команда, которая имеет свой опыт, где-то большой, где-то маленький, где-то только теоретические знания, в каком-то конечном количестве типов интеграции. И практика показывает, что среди них точно найдется то, что тебе нужно, то, что подходит для решения твоей задачи. То есть ты предлагаешь, если люди сталкиваются с таким вопросом, ориентироваться просто на свой предыдущий опыт. Да, то есть вот эмпирики. Потому что вы, конечно, можете заморачиваться, втащить какую-нибудь экзотику, но ее будет больно реализовать, будет больно поддерживать, а мы, как аналитики, такое любить не должны ни в коем случае и всячески этому препятствовать. Андрей, какое твое мнение? Думаешь ли ты так же, что стоит идти от собственного опыта, либо можешь предложить какую-то формулу? Ох, не люблю я формулы, по крайней мере, пока мы не говорим про, не знаю, экономику. Не знаю, по мне, если честно, подобные типизации, но они имеют смысл, если не нужно построить какой-то план своего или чужого обучения или развития. В этом смысле я, кстати, вот не соглашусь. Классификация уровня синхронная интеграция, возможно, дает как раз максимальный профиль. Потому что, ну, само по себе использовать типизацию как-то в реальных проектах, то есть я не совсем понимаю, как. То есть мне приходит задача, я беру модель, выбираю из этих четырех, или вот, мне не совсем понятно, как это может выглядеть. Но с точки зрения вопроса синхронного и синхронного, если мы строим какую-то модель развития, осознания того, что происходит, это, возможно, много важнее. Почему? Потому что это такой несколько в целом, не несколько, это концептуальный уровень в целом, и, строго говоря, все взаимодействия можно к ним свести. И дело не только в том, что их можно искусственно свести в наших бизнес-процессах, все-таки, ради чего мы делаем интеграции. Вопрос синхронное взаимодействие, конкретно сейчас синхронное мы действие выполняем или синхронное, он довольно важен. Он, кстати, опять же существует на разных уровнях, не только на уровне протокола, на уровне бизнес-взаимодействия тоже. И мне важно понимать, что вообще-то там разные способы интеграции типа протоколы, базы, очереди и так далее, вообще-то с помощью любого из этих инструментов я могу что синхронное, что синхронное взаимодействие реализовывать. Вопрос, что в каждом случае мне это может быть сложнее или проще по каким-то причинам, причинам, связанным с нашей конкретной архитектурой, или в том, что в принципе этот инструмент подходит чуть хуже. И важно вот это именно понимание, что у меня есть фактор синхронности и синхронности, причем он находится на нескольких уровнях. И чтобы это чуть-чуть заземлить, например, там когда-то у меня был любимый вопрос, один из насобесок, что-то в духе, например, 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 нам нужно запросить например, нужно запросить из какого-то рабочего места какого-то сотрудника у поставщика заявку на поставку чего-то. И, соответственно, сотрудник в своем личном кабинете, не знаю, где-нибудь, в своем интерфейсе заполняет заявку и ее отправляет и ждет ответ. Вот такой джуновый совсем вопрос и ждет ответ. Соответственно, как происходит проверка заявки, на том конце тоже сидит человечек, смотрит входящий и там вымечает, можем доставить, если можем, то когда, если не можем, то, сорян, вот такая вот ошибка комментарий. Вот, соответственно, что мы будем делать? Мы сделаем, не знаю, HTTP-запрос туда и будем ждать ответа? Или нам что-то нужно сделать другое? То есть, с одной стороны, фактор синхронности и синхронности по сути, это некоторое, одно из нефункциональных требований, можно сказать, к тому, что мы называем интеграцией. И в зависимости от того, какое техническое решение мы будем строить, на каких технологиях мы будем строить, это все зависит от того, как наше бизнес-взаимодействие, каким он является по своей природе, синхронным или синхронным. поэтому сам по себе вопрос понимания синхронности и синхронности на разных уровнях интеграции, бизнесовой, системной, на уровне протоколов, это вообще очень важная штука. Но опять же, она, вот эта классификация нужна, чтобы построить себе какой-то план развития. Есть классическая из четырех классификация по техническому виду базы данных, файловый обмен, веб-сервис или RPC, кому как нравится больше называть и, соответственно, обмен сообщениями. Я, как его всегда, люблю добавлять типа 4 плюс 1, это еще интеграция через человека в живых. На самом деле, не такой уж редкий способ и иногда наиболее оправданный. Ну и, наверное, можно взять третий в качестве некоторой такой топологии, наверное, интеграции архитектуры. Это некоторые там высокоуровневые паттерны в духе сервисной архитектуры, в духе и хочу говорить, сервисная микросервисная архитектура, вот так скажем. Какие-то конкретные P2P-интеграции паттерны в духе ESB и так далее. Ну, в частности, опять же, что мы интегрируем. Вот. Ну, то есть, наверное, я бы взял такие три модели, по которым можно планировать там свое осмысление этого мира, свое развитие в понимании в технологиях. Как их применять на рабочих проектах, мне не совсем понятно. Ну, не в том смысле, что не совсем понятно, в том смысле, что какой-то алгоритм, типа, вот тебе три модели, увидел новую задачу, сначала берешь эту, потом эту, и что-то получаешь счастье. Вот такое, я, наверное, в этом соглашусь с Михаилом, что не совсем понятно. Ну, да, наверное, это не рецепт, да, опыт важнее, но все-таки именно подход к структурированию знаний, возможно, да, действительно, эти модели имеют право на существование, их стоит использовать и рекомендовать нашим слушателям. Предлагаю идти дальше. Коли затронул тему собеседований, также часто встречается, и на Хабре тоже писали об этом, собеседование на позицию системного аналитика, и встречается вопрос, сравните нам, пожалуйста, два типа сервисов, РЭС-сервисы и СООП-сервисы. И тут, наверное, интересно, вообще, корректно ли их сравнивать, потому что я знаю, что на канале Андрея было видео, видео называлось, ну и доклады Андрей тоже делал, доклады на тематику РЭС-та, как архитектурного стиля, и сравнение РЭС-РПС, то есть часто сравнивают на собеседованиях РЭС-сервисы, Андрей, а ты сравниваешь РЭС-РПС, поделись, пожалуйста, своим мнением, насколько корректно РЭС-сервисы сравнивать, и почему ты в итоге решил сравнить РЭС-РПС. А у нас какая-нибудь онлайн-цензура здесь есть встроенная? Андрей Дмитриев. Уже поздно, уже все, что нельзя было сказать, сказали. Да, уже упомянули, все, цензуру отменяем. отлично. Ох, ну, хорошо. Ну, вопрос в чем? Вопрос, задавать ли этот вопрос на собеседованиях? Ну, если очень хочется, если вы видите в этом некоторый смысл, то, как бы, кто я такой, чтобы кому-то что-то говорить. Вот, глобально, ну, разумеется, это вопрос уровня, как там, REST и SUAP, REST против SUAP. Ну, я, кстати, могу говорить что-нибудь подобное. А GRPC или микросервисы, вот, как ты считаешь, что лучше? Можешь сравнить, пожалуйста, подходы этих? Ну, тоже ведь сервисы. Вот, то есть, глобально, ну, проблема с REST в чем? Что, с одной стороны, сам по себе REST, как архитектурный стиль, в оригинальном представлении, эти принципы ограничения, которые периодически упоминаются, вспоминают, ну, это именно архитектурный стиль, который в 2000 или в 2002 был описан, который, по сути, говорит о том, говорил о том, что вот в нашем, на тот момент, новом мире распределенных систем у нас появляются определенные ограничения на наши распределенные системы, и чтобы они работали эффективно, что такое эффективно, там приводится, опять же, в этом труде. Под эффективно, конкретные, причем, нефункциональные требования к архитектуре, подразумевается, чтобы вот наша распределенная система соответствовала таким-то требованиям, мы вводим шесть ограничений, пять из которых являются обязательными. Вот это был REST. Проблема REST. Ну, и в этом смысле эту концепцию как бы корректнее сравнивать с микросервисной концепцией, с архитектурой. То есть, тоже интересный вопрос, что такое микросервисная архитектура, пойдем гуглить, найдем некоторые тезисы, принципы, которые соответствуют ей. Проблема REST, собственно, в том, что ее автор, господин Филдинг Рой, он еще является с какого-то 1994 года главным автором, одним из главных авторов в истории HTTP протокола. И на самом деле многие идеи, которые он позже описал в REST, он закладывал еще и в сам HTTP. Вот. И где-то, где-то с момента нулевых так и пошло это замечательное отождествование HTTP и REST. Вот. И с одной стороны как бы можно это воспринимать как придирание к словам, да, потом в современном понимании, наверное, REST, он имеется в виду использование протокола HTTP с точки зрения спецификации. Вот. Но проблема в том, что сам по себе протокол HTTP и SAP я бы отнес к разным уровням. То есть, если есть модель оси, которая говорит, что HTTP на седьмом уровне, то вот SAP и некоторые другие, они как бы на уровень выше находятся на самом деле, потому что SAP может работать поверх HTTP, может работать поверх JSON-RPC какого-нибудь или какого-нибудь нашего самоизобретенного. Соответственно, это с точки зрения какой-то фундаментальной теории. Почему я конкретно предпочитаю сравнивать так называемые REST, я их называю REST-like сервисы, с RPC, потому что REST-стиль API с RPC API, если вот, наверное, мне наиболее нравится такая формулировка, потому что REST-стиль API это история, когда мы правильно используем с точки зрения спеки наш HTTP протокол, то есть get, post, put, delete, вот эти вот все мантры, вот это о нем. С другой стороны, когда мы используем некоторый подход, где мы HTTP забиваем на все его правила и используем нечто в духе SAP. Почему RPC? Потому что remote просить же call. То есть здесь мы по факту в нашем взаимодействии мы наши API строим от некоторых команд. REST-like API их можно сравнить с некоторым объектно-ориентированным программированием. Мы там всегда обращаемся к некоторому ресурсу и говорим, что мы над этим ресурсом совершаем действия, описанные в нашем глаголе. Если я говорю get апельсин, я прошу мне дать апельсин. Если я говорю delete апельсин, я прошу удалить этот гребаный апельсин, потому что он меня раздражает. В этом смысле можно сравнить с процедурным и объектно-ориентированным программированием, если совсем такие аналогии. Поэтому я считаю, что все-таки корректнее говорить REST-стиль против RPC-стиля при проектировании API. Вот СААП это всего лишь один из видов реализации RPC. Миш, а ты как думаешь, почему все-таки сравнивают вроде несравнимые понятия? И как, на твой взгляд, действительно ли СААП уходит в прошлое и все сейчас переориентироваются на REST, с учетом, наверное, твоего опыта работы в банке? Смотри, сравнивают обычно, где сравнивают на САБЕСах, опять же, и сравнивают, потому что это два протокола, с которыми аналитикам чаще всего приходится работать, работать как в системе потребителей, проектировать новые методы без разницы. Соответственно, скорее всего, если мы опять же говорим о САБЕСе, важно понимать, что кандидат понимает правила отличия по их подходу. Соответственно, что СААП, что правила отличия, ограничения, и все такое. Например, опять же, если попробовать вспомнить про G-RPC, тот же самый, который у нас более современной имплементацией G-RPC-подхода, спрашивают намного, реже, как про трифт вообще, ни разу не слышу, если вообще кто-нибудь знает, что такое трифт, графки Эль, то есть, все это точно. То есть, здесь, опять же, на мой взгляд, нет никакой мысли, это сугубо прикладная история, смотрит на то, что человек понимает, о чем идет речь в этих подходах. Каково твое видение вообще, САП, насколько распространен? САП, насколько распространен? Ну, я даже не знаю, как тебе ответить вопрос, потому что я же не обладаю информацией о всех информационных системах, кто, что и как их использует. из собственного опыта. Как ты видишь? Из собственного опыта. Из собственного опыта везде, где виза, отказ от САПа идет. Практически, наверное, везде. Андрей, а ты встречал компании, которые прям вот САП, либо продолжаем разрабатывать на САП, но где-то внедряем новые технологии, или вот сейчас повалено все в REST, и, возможно, какие-то те же самые gRPC, GraphQL, ну, вот что-то современненькое. Да многие на САП еще работают, что вы его так обижаете-то. Вот, ну, на самом деле САП точно жив, и я думаю, мы лет через пять можем точно так же задавать этот вопрос, он все еще жив будет, потому что на нем написано колоссальное количество вещей в том же интерпрайзе, причем, насколько его много в банковской сфере, ладно, последние три года я прям в банках-банках не работал, но я подозреваю, что не сильно много изменилось с того, что я слышал. Он еще больше распространен в интерпрайзе и других сфер, особенно в какой-нибудь промышленности. Где-то, я не помню, где я видел доклад, там в том числе рассказывали про нефтянку и про, по-моему, химиндустрию. Там, как бы, использование САПа еще более, более, более широкое. Вот, поэтому, ну, в принципе, да, это важный фактор, что САП именно не модный. И ровно потому, что он не модный, его какая-то поддержка во всех новых проектах, технологиях и прочем будет падать. Типа, не знаю, по-моему, с точки зрения каких-нибудь, допустим, около, около ЭПловой разработки, там вообще никаких фреймворков для работы с ним не найдешь. Хотя, я непонятно зачем. Вот, но жить он будет долго. Через 5 лет можно будет точно задать этот вопрос. Возможно, и через 10. С него просто так все в один день не слезут. Да и не везде это нужно, наверное. Получается, что САП это новый Кабол? Мне кажется, вот лет через 5-10 он станет новым Каболом, если уж честно. Как бы он еще слишком молод для Кабола. В конце концов, если мы реализуем некоторые варианты RPC, если у нас нет каких-то жестких требований по скорости передач, по объему передач данных, и при этом у меня есть огромное количество, особенно если у меня в какой-нибудь команде, в командах около Java в стеке, как вариант, один из них, просто я Java вис в прошлом, то зачем мне изобретать какой-то новый RPC протокол? Зачем мне переписывать кучу своего кода, кучу инструментов самому изобретать? Если все, если есть огромное количество инструментов как для разработки, тестирования, поддержки и отличную инфраструктуру вокруг САПа существует. Ну, если мы говорим об RPC, то есть G-RPC, но стоимость дебага в рамках разработки она совсем Ну, на мой взгляд, да, все-таки сценарии использования САПа и G-RPC, они несколько разные, опять же. Вот, кстати, я говорил, что у нас нет никаких требований к скорости передачи, объему передачи данных. Если, ну, то есть, если они есть, то вот здесь, наверное, имеет смысл там смотреть куда-то в G-RPC, вот, потому что САПа-то не совсем про то. Вот, но опять же, если их нет, но серьезно, G-RPC, давайте сейчас погуглим, сколько разрабов у нас будет на HeadHunter, которые умеют G-RPC готовить, там, ведущие, и сколько таких же, которые работали с САПом. И, кстати, их стоимость. Поэтому, ну, я бы не сказал, что все это умерло и ничего делать на нем не надо. Если резюмировать, то, наверное, можно сказать, что от САПа пока не отказываемся и пожелать коллегам-аналитикам, по крайней мере, тем, кто только стал аналитиком или молодой специалист, вот, не задвигать данную тему, погружаться в нее, разбираться, поскольку в работе она может потребоваться. Сейчас предлагаю идти дальше. есть, кажется, довольно популярный сейчас подход к разработке, который называется Contract First, когда мы описываем контракты и уже на контрактах делаем серверную часть клиентства, часть формируем документацию и вроде этот контакт у нас все интегрирует. И вот интересно, когда мы говорим об этом подходе, здесь также речь идет об интеграции или это что-то отдельное? Вот, возможно, там пофилософствовать на эту тему, как вы думаете? Что такое Contract First для вас? А почему это не интеграция? Это просто язык, фактически подход к описанию интеграции. Да. Ну, если мы до этого рассмотрели условно вот три модельки, которые Андреям предлагались, или вот ту модель по паттернам корпоративной интеграции, типа файлы, база данных, очереди и RPC, вроде это какой-то контракт, что это такое? Он не подпадает под эти модели? Или подпадает? Ну, это явно не в те модели, потому что это скорее тип устроения процесса разработки. По факту у меня есть два полярных, допустим, варианта. Это сначала разработать контракты, спроектировать API и всем раздать, и из него уже часть кода генерить и что-то дальше делать, потом начать кодить. Второе, сначала закодить все, а потом начать интегрироваться. вот и все. То есть это просто порядок разработки. Кстати, отсылаясь к вопросу про СААП, такое ощущение, что очень многое в нашей жизни итеративно. В 12-м году это сейчас популярно. В 12-м году это тоже был очень популярный в контексте ESB подход. И постоянно говорили о том, что смотрите, есть у нас классная штука в SDL-ка, вы сначала делаете контракт, потом кучу всего из него генерите, происходит магия, и можете очень быстро просто интегрироваться. Вот теперь по сути происходит очередная петля, только уже в контексте больше, я так понимаю, назову это HTTP сервисов с HTTP API, что в REST стиле, что в RPC стиле. Ну и подозреваю огромный как-то огромный вклад, руку к этому приложили непосредственно авторы Swagger спецификации и производители Postman в частности. Я, кстати, говорю, что есть еще полуторный, скажем так, этап между первым и вторым, который ты говорил, когда разработчик описывает модель уже в коде, и Swagger все-таки генерится, не пишется руками. если, например, просто Андрей, у тебя звук выключен. Да, я специально вдруг перебиваю. Ну, по-моему, это как раз Code First классический, то есть я как разраб, начинаю разрабатывать по ходу раскидываю аннотации и с этого генерю Swagger. То есть Code First, он же не предполагает того, что у меня не будет Swagger или не будет контракта. Он говорит о том, что вот мы скорее всего мы просто итеративно разрабатываем, итеративно выкатываем нашу API и к нему люди пытаются его использовать. Ну да, и к тому, что бизнес-логика на сладкое, ты можешь условно сделать какой-то мог на свою модель и отдать раньше при этом. Это на самом деле из-за, если мы говорим об опенапе, это из-за недостатка такой подход используется. Как, на ваш взгляд, вот этот подход позволяет ли он больше вовлечь аналитика в разработку и описание интеграции или все-таки это прерогатива разработчиков писать контракты и потом на их основе разрабатывать уже сервисы? Я лично не вижу разницы на самом деле между тем, как аналитик пишет, описывает контракт либо это в Ямле, либо это табличка с указанием и типов. То есть мне поэтому беготня вокруг канак не очень понятно на самом деле. Это интересный, классный подход, если у тебя хороший, простой, четкий, ясный домен, который не предусматривает полиморфности, почему бы или нет, но это опять же, это не серебряные пули. Ну, если мы, например, просим от аналитика знания принципов РСТА и организация РС-сервисов, можем ли мы просить от него знания спецификации OpenAP и умения описывать сервисы? Если это используется в процессе разработки команды, то да, это же все от процесса идет, разработки. Андрей правильно с самого начала заметил, что это про подход. Если этот подход используется, используется активность, либо если он внедряется, то да, вполне себе. кому-то это может быть критично. Андрей хитро улыбается. Какое твое мнение? Да, у меня как всегда просто просить мы можем все и всегда. По-хорошему, ну, не знаю, мне кажется, во-первых, так, про свагер. Работая со свагером, на самом деле, если мы работаем со свагером, то да, аналитику полезно хотя бы раз в жизни простенький свагер собрать, написать ручками, даже если надеюсь, он на самом деле никогда этого делать в реальности не будет. Просто проще ориентироваться на много, что вообще эта спека может не впадать в истерику при виде. Второе, если в подходе кодферст, то есть мы уже потом описываем с помощью свагера, аналитик это делает ручками, то простите меня, почему говорим про аналитика? Это технический писатель в моем понимании. И если мы сначала сгенерили, если мы сначала пишем код, то лучше его генерить автоматически. Если мы хотим свагер использовать как красивую документированную спеку, такое можно найти в публичной хапе, так многие делают, действительно там возможностей много, то реально это история про то, что настроить documentation с код всевозможные процессы и дополнительно использовать там, где этого не хватает тех писателей, которые смогут это красиво сделать, превратить в красивую штуку. Вот, а на входе, ну, да, аналитик может, я когда-то, да, я когда-то сам мучил аналитиков в подходе contract first именно с вагерами, разработкой, сейчас я так делать не стал бы, потому что, ну, свагер это в принципе уже тот момент, когда мы очень детализированно API разрабатываем, на мой взгляд, в большинстве случаев здесь уже лучше подключать разработчика этих лида или, ну, там, неважно, непосредственно человека от разработки. Я думаю, аналитик может нанести куда большую пользу на, скажем так, предыдущих более высокоуровневых этапах, чем мучительно разрабатывать эти свагеры. То есть, я бы, я бы это скинул на разрабов, им это более, более, не знаю, более родное, наверное, и будет проще, тем более у них наверняка уже там, я могу сразу дописать какого-то кода, у меня есть еще инструменты, что-нибудь уже простенькое сымитировать на основе этого свагера, поэтому, да, это полезно знать, если там, не знаю, говорить про начинающего или начинающего аналитика, лучше один раз это в жизни собрать, посмотреть, помучиться, что есть, но прям запускать конвейер по производству свагеров через аналитиков, не обязательно свагер, это свагер, это xsd, сейчас меня многие проклянут, наверное, особенно из Enterprise, кто с саб-сервисами работает, это те же GraphQL-схемы и так далее, ну, то есть, всевозможные языки и описание интерфейсов, независимо от того, с какими сервисами мы работаем. Ну, то есть, если резюмировать, то можно сказать, что аналитику было бы полезно попробовать это руками все описать, посмотреть, как это устроено изнутри, но все-таки ценность аналитика, она лежит несколько в иной области, да, и лучше не нагружать аналитика задачками и описание детальных контрактов, пусть лучше детальнее прорабатывает требования. Это, знаешь, вопрос рядом с нужно ли аналитику уметь читать код? Да, да. Ребята, у меня страшное дежавю, мы неделю назад писали подкаст как раз про умение аналитикам писать код, и там были такие, ну много тезисов было, можно пересмотреть, но смысл был такой, что кто-то говорит, что давайте-ка я буду заниматься задачами, которые аналитические, и мои, и я в них хорош, нежели второстепенные навыки какие-то свои прокачивать, это, знаете, как в любой игре, у тебя есть 10 характеристик, ты можешь вкатывать свою экспу в самые сильные, да, и все остальные у тебя будут болтаться, понятно, что тебе это никогда не понадобится, и ты сознательно не будешь приходить в такие ситуации, когда тебе могут эти навыки понадобятся. Мне кажется, то же самое. Неплохо попробовать и знать, что такое свагер, и неплохо потрогать питон, но ожидать, что ты будешь наравне с линейным разработчиком колбасить питоновские скрипты, ну, наверное, по меньшей степени наивно. Блин, я походу опоздал на неделю. Не, мы там про другое говорили, так что нормально. Да, хорошо. Вот, ну, собственно, я предлагаю потихонечку подходить к концу. В конце хотелось бы дать некие рекомендации нашим слушателям, как все-таки, будучи аналитиком, прокачать свои компетенции в интеграциях. Возможно, есть какие-то ценные ресурсы, с которыми можно ознакомиться, оттуда почерпнуть знания. Вот, что бы вы могли порекомендовать? Давайте с Миша начнем, потом Андрей. Да, я, кстати, даже не знаю, потому что это все истории довольно динамичные каких-то Библии и Талмудов. Нет, не знаю, наверное, читать Хаббр и непосредственно проектировать руками. Ну, вот, Миша, занимаешься ты развитием аналитиков своей группы и знаешь, что у человека просадка какая-то в интеграциях, сервисах, очередях. Вот, как бы ты его развивал? Да, я сажу его делать проект, который у него компенсирует эти слабые стороны и менторю. Ну, и, конечно, подкидываю. Да, ну, и подкидываю статьи, если что-то интересное находится. Хорошо. Андрей? Ты прямо сейчас стал моей совестью на это мгновение. У меня уже несколько месяцев валяется что-то типа руководства для начинающего интегратора, чтобы смотреть, почитать. На самом деле, я бы начал с того, чтобы потвыкнуть и перестать произносить слово интеграция, хотя бы этим мыслить. Переключиться на то, что мы вообще занимаемся, если мы говорим про системного аналитика, вот в контексте второго уровня и третьего, как мы определились вначале, сначала перестать говорить об интеграциях и начать думать понятием распределенная система, потому что по факту именно ее мы строим, как бы это мы ни называли. Дальше в целом тут, наверное, зависит от уровня и предыдущего опыта, как бы идти от большей теории в большую детализацию или наоборот. Если совсем, скажем так, в рамках менторства, в рамках работы, если там условность очень близки к начальному уровню или нулевой, то есть какой-то набор базовых вещей, то есть сначала познакомиться о том, что такое вообще, почему какая-то задача интеграции возникает, почему у нас система состоит из нескольких кусков, что это за протоколы, через которые они взаимодействуют, форматы и представления данных, совсем простые штуки. Дальше подниматься, поскольку сейчас для аналитиков это выглядит более востребованным, работа всевозможная с протоколом HTTP, построение вокруг него разных вещей, включая тоже пресловутый СААП, хотя бы посмотреть, что это такое. Глядя, наверное, на вакансии, сейчас есть связка, можно говорить о связке типа REST-LIKE, СААП, GRPC, GraphQL, классическая связка, в принципе уже возникает веб-сокет, посмотреть, что это такое, познакомиться, но это такие все-таки локальные инструменты я бы назвал, так же, как и отдельная ветка брокеров обмена сообщениями, это тоже локальные инструменты, даже классические брокеры, конкретные реализации, например, Rabbit, Kafka, что это вообще такое, почему это не совсем брокер, ой, господи, не совсем классический брокер, простите. А глобально, наверное, если уже какой-то опыт и уровень есть, то я бы пошел в историю больше про архитектуру и построение распределенных систем. Есть, во-первых, с точки зрения общего подхода известная... Кстати, потом эти ссылки может, накидаем куда-нибудь. Книга Кабанчика Красная... Блин, я забыл, как она называется. Бинзакинграссервис, по-моему. Не-не-не-не-не-не-не-не, это намного более раннее. Боже, товарища Клэпмана, позор мне, вот не надо так делать, если занимаетесь интеграцией. Я спину ссылку. В общем, книга как раз про построение высоконагруженных систем есть. Такая довольно старая, несколько устаревшая штука об... Называется, конечно, Enterprise Integration Patterns, по-моему, так и называется. Там, наверное, прямо сейчас ее смысла изучать уже всю нет, но три, кажется, четыре первой главы очень полезны, в частности, вот этой классификации. в качестве ее какого-то более свежего брата Microservices in Action, по-моему. Очень популярная, несмотря на то, что там про микросервисы, там как раз очень много о взаимодействии и, ну, почти даже к вопросам всевозможной консистентности и прочего подходит. Вот. Ну, это все плюс-минус то, что в ходу, а почему я говорил про распределенные системы, что поверх как раз неплохо бы наложить вопросы виды транзакционности в сервисных архитектурах, виды консистентности. Та же каптеорема, очень полезно ее не только познакомиться, но и подумать и понять. Вот. Ну, глобально так, наверное. А в целом у меня теперь привился стимул все-таки собрать эти ссылочки с комментариями куда-нибудь скинуть. Да, здорово. Прям такой существенной перечень ресурсов. Да, это и в записи останется, и, надеюсь, что-то к трансляции тоже приложим для слушателей, безусловно. Вот. Это будет очень полезно. Ну что, предлагаю закругляться. Всем большое спасибо за этот подкаст. Обсудили некоторые вопросы, связанные с тематикой интеграции распределенных систем. С нами были Андрей Бураков, эксперт по интеграциям, основатель школы Nextway Pro и человек, который попробовал себя, ну, наверное, во всех амплуа войти, ну, по крайней мере, во многих. С нами был Михаил Фетченко, темлиц системных аналитиков в Тинькове, Алексей Лобзов из Альфа-Банка и Андрей Дмитриев, член программного комитета конференции Flow и должен отметить, что как раз на нашей конференции Flow вопросы, связанные с архитектурой и интеграцией, будут востребованы и широко освещаться в докладах наших спикеров. Вот, всем большое спасибо за внимание. На этом хорошего вечера. Всем пока. Спасибо всем. Всем пока.